один-два раз и еще раз о копировании в поисках мертвого слоя перед началом работы вполне логичным кажется потратить время на изучение объекта копирования определить что перед нами многослойная живопись или быстро эскизная манера живопись в один прием а-ля прима это не так просто как кажется на первый взгляд под легкими быстрыми мазками основного слоя может проступать теплый детализированный подмалевок или имприматура а то что кажется сделано на одном дыхании является результатом длительных сеансов имитацию а-ля прима можно встретить у серого архипова или даже мане а мелкие работы голландцев 17 века вполне подъемный за один сеанс если все же мы определили оригинал как многослойную живопись здесь зачастую ощущается толщина живописного слоя разница в плотных светах и в более прозрачных тенях следующее принципиальное отличие был ли на картине так называемый мертвый слой который обычно использовался на темных грунтах подготавливая будущие светлые зоны своего рода изоляция позволяющие экономить дорогие пигменты заменяя их на светах укрывистыми дешевыми белилами этот совсем не обязательный слой встречается не так уж часто однако современными художниками практикуется метод многослойной живописи когда законченное черно-белое полностью детализированное изображение после полного высыхания покрывается подсвечивающей лисировкой и все и речь тут не идет об избирательном мертвом слой затрагивающим света и немного полутона это монохромное часто равномерно плотное изображение с добавлением белил то есть белила у нас присутствует и в свету и в тенях покрывающая всю картину от края до края часто такой метод позиционируется как техникой прием старых мастеров ну можно согласиться с тем что метод удобен для обучения здесь есть возможность сосредоточиться на тональных отношениях на стадии грязали в рамках максимальной тоновой шкалы а цветом заняться потом но все же это не то что мы видим на картинах старых мастеров если сравнивать конечный результат а метод предлагается для копирования всего что угодно хотя зачастую сам подлинник оригинал не несет в себе и следов такого подхода ну правда и мы не всегда точно следуем техники и технологии автора но на то есть объективные причины современные материалы ведут себя иначе титановые белила не похожи на свинцовые краски не той консистенции или цвет недостаточно насыщенный из-за удешевляющих добавок это понятно в красках подороже и помол получше и цвет помощнее но дешевые дешевые можно подрастереть улучшив консистенцию а цвет лисировкой дожать как бы тоже поделив проблему проблему насыщенности в данном случае современные краски и расхожие приемы не всегда позволяют добиться ну не знаю нужной фактуры мазка нанесенного одним быстрым резким движением там на оригинале был элемент случайности а нам надо попасть в форму цвет тон можно ли здесь поделить проблему можно сымитировать основной рельеф поверхности в нижнем слое грунтом например и получить визуальное сходство положив краску нужного цвета тона только уточняя фактуру главная цель ведь не усложнять без причины и конечный результат визуальное сходство с оригиналом вот то что имеет значение поэтому полезно копировать именно с подлинников и сличать со своей работой помещая их рядом сходных условиях освещения то что потом окажется на стене должно быть похоже на оригинал а не на современную интерпретацию иначе это всего лишь формальное упражнение в отвлеченной технике и уж конечно говорить что у вас на стене теперь почти рембрандт абстрагироваться от собственного авторства и получать удовольствие от такой живописи вряд ли получится это кавер а не та песня которую все ждали услышав первые ноты мелодий подошли поближе а там это кстати вот философия модернизма самонадеянно наделила всякие вольные реплики самоценностью но в таком случае это не копирование а отвлеченное цитирование да не особо интересное к тому же это никак не приближает нас к пониманию старинных приемов к вкусной технологичной живописи ну и при этом делает сам процесс копирования мало полезным то есть вместо логичной последовательности прозрачных и плотных слоев когда например монохромная прозрачная безбелильная пропись сменяется основным живописным слоем плотным и относительно холодным а потом лессировки довершают остальное мы получаем вроде и многослойную работу но это некое цветное изображение не имеющие прямых аналогов в истории мирового искусства но попробуем вернуться к мертвому слою есть он там или нет как понять что представляет собой картина без специальных видов исследования без определения пигментов без микро шлифов которые однозначно сообщили бы нам последовательность слоев в том что требуется не очень много опыта чтобы визуально определить что перед нами молочный коктейль или прозрачные виски перед нами плотная укрывистая краска место окрашенное цветом намешанный колер результат механического смешения белила охра и немного киновари например или лисировочная краска лежащая подобно цветному прозрачному стеклу светофильтру поверх белой серой холодной еще не цветной подложки или поверх того же мертвого слоя это заметно при самой минимальной фактуре например прозрачная краска так или иначе ляжет в этом месте в месте фактурного мазка неравномерно и большая толщина лисировочного слоя затек в фактуре например проявит большую насыщенность а легкая потертость сразу обнажит не цветной слой рассматривая же картины старых мастеров ну не голландцев там все проще к 17 веку зачастую было и без мертвого слоя прекрасно обходились реже фламандцев а вот скорее итальянцев испанцев становится очевидно что универсализация этого подхода даже с классическим мертвым слоем не оправдана к тому же стоит помнить об усилившейся со временем прозрачности красок поэтому то что сейчас кажется прозрачной краской да такой возможно не была стали заметны авторские правки значит верхний слой был поплотнее мертвый слой проявляет себя по-разному иногда холодными тонами в поворотах формы переход от плотных светов к прозрачным теням где вовсю работает темный грунт или имприматура иногда в провалах формы в свету часто проступает неестественная бледность синюшность при розовых щеках например опять же это автор не планировал это стало заметно из-за усилившейся прозрачности слоев хорошо рассматривать места соприкосновения тела и драпировок одежд там насыщенность цвета ну допустим красного да красной драпировки часто усилена лисировкой но под ней под прозрачным слоем явно не серый попробуйте добиться мощного цвета лисируя не цвет там старые мастера использовали недорогие бледные но того же цвета пигменты добирая насыщенность в верхних слоях так что в большинстве своем поиски мертвого слоя ограничиваются открытыми участками тела ограничиваются временными рамками школами отдельными художниками и темными грунтами имприматуры это логично в остальных случаях основной цветной живописный слой вполне справляется без лишних ненужных движений оригинал обычно подсказывает ровно то что точно там есть а выдумывать несуществующие слои совсем не обязательно суслика видишь я тоже не вижу но он там есть в конце концов настоящая живопись это ведь набор изящных решений а не бессмысленная борьба с невидимым врагом пока так пока так и и и и и